равно знак качества правильным наверное даже будет сделать целый плейлист с работами этой компании потому что ребята действительно молодцы и сегодня они нас отправили как обычно разговаривать с хозяйкой квартиры которая работала с ними и квартира прям конфетка потому что первое на небольшую относительно площадь ребята уместили два санузла гардеробную очень необычную спальню со стеклянной стеной а также просторную кухню-гостиную которая готова принимать разные большие компании полностью отвечать образу жизни хозяйки сегодня будет очень интересное видео идем смотреть как живут другие настя привет оля привет очень рада видеть себя у себя в гостях я так как рада потому что твоя квартира это сегодня будет феерический выпуск вот так я скажу потому что первое мы брендшторм бюро второе я уже вижу всякие разные цветные акценты какие-то необычные формы но давай в двух словах скажем чего ты хотела прежде чем к ребятам прийти и что мы сегодня примерно увидим мы находимся в жк холм сити это такой прикольный низкоэтажная застройка на юго-западе москвы это часть большой застройки ком сити холм сити то есть офисы жилые помещения и все это возле леса метро и прекрасного воздуха юго-запада прекрасно соответственно находимся мы в двухкомнатной квартире которая немножечко сейчас стала евро-двушкой наверное это так сейчас называется и соответственно здесь задача была главная воздух так как здесь недалеко находится лес и здесь низкоэтажная застройка сама квартира подталкивала к тому что здесь нужен воздух здесь нужно больше пространства здесь находятся панорамные окна соответственно очень сильно хотелось сохранить пространство поэтому максимально все стены были сломаны максимально не построены то что можно было не строить и здесь не очень большая площадь 57 квадратных метров но зато шикарные потолки 3 метра высотой и соответственно мы решили оставить сохранить все это забегая вперед я уже вижу стеклянную стену я сама уже точно знаю что у нас просто магический какой-то мастер-бедрум то есть спальня соединенная с санузлом но потом мы туда пойдем предлагаю начать как обычно с кухни-гостиной и с твоего любимого здесь места предмета вот что тебя здесь заряжает больше всего если честно наверное заряжает меня здесь недавно появившийся цветочек просто потому что я так много говорю о лесе и воздухе что вот этот цветочек он прям играет со временем я думаю что здесь появится еще больше цветочков но даже сам цвет и вот этот диван который подчеркивает это заставка на телевизоре которая тоже вся зеленая меня заряжает здесь спокойствие спокойствие здесь реально чувствуешь себя как дома и вот когда ты сидишь просто на этом мягеньком зелененьком диване ты просто потрясающе отдыхаешь вижу в кадре розовый яркий цвет давай сразу про него поговорим я видела на выставке эти предметы знаешь бренд я знаю что это отечественные дизайнеры делают давай их назовем они крутые да это питерский на самом деле бренд он называется его ряд он так и называется здесь никаких никаких чудес нет он просто в виде буквы и поэтому называется и бурет это потрясающе универсальный предмет который сделан кстати из переработанного пластика ну я его взяла не поэтому потому что он просто крутой но это тоже приятная экология всегда приятно соответственно его можно поставить вертикально его можно поставить горизонтально и в принципе он как-то делает делает вот интерьер комнаты потому что здесь все такое спокойненькое я решила что наверное что-то должно немножечко как-то играть поярче и совсем недавно буквально мне кажется неделю назад несмотря на то что живу здесь полгода я заметила что на бетонном потолке кто-то и непонятно кто это сделал когда и как есть розовое какое-то пятно я не знаю кто его подмазал и даже чем но как будто бы я просто чувствовала то есть я настолько вжилась в эту квартиру что цвет был просто выбран интуитивно и идеально к ней подошел круто а как он классно сочетается с люстрой на кухне по форме люстра это бренд май тони вот со светом было больше всего проблем когда меня спросили дизайнера впервые что будем делать я сказала вот я вообще не знаю я вообще не понимаю в тенденциях света я вообще не понимаю что здесь должно быть у меня были сумасшедшие варианты может быть это будут перья может быть это будут стразы я не знаю потом давайте наоборот бетон ну то есть у меня фонтан идей был я не могла понять что же я хочу чтобы это было гармонично и соответственно я такая ну все а еще и не за 500 миллионов рублей да 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 вот и поэтому я захожу на май тони и такая все наверное это уже последний просто мой оплот вот если не будет будет висеть лампочка или ильича на веревочке и все и я закрываю эту тему и я нахожу вот эту штуку мне кажется она ну не такая уже редкая намного у кого но мне кажется она прям настолько идеально делает и вот она у нее свет вот он прям очень хорошо сюда подходит он яркий но не сильно яркий то есть он не слепит и при этом вечером мне кажется это вот единственный потрясающий источник освещения который ну 90 процентов время мы с тобой добрались кстати до кухни и вот брейншторм бюро же они мастера во-первых у них классный дизайн который мне отзывается но сегодня думаю передача у нас не про дизайн в первую очередь а про эргономику потому что они просто короли планировок скрытых мест хранения всяких разных фишечек по эргономике вот давай чего не тебе здесь придумали кухня это коридор бывший коридор куда мы вынесли кухню это законно вообще вся планировка здесь она узаконена слава тебе господи я прошла весь этот путь это длился путь год мы это ну долго как бы дорого сама жила нет я делаю это там с помощниками которые там ходили это все но в то же самое время я понимаю что наверное все таки это нужно делать потому что не дай бог вот просто сосед пожалуется не дай бог что-то вот при продаже если там ну как то в общем иными словами перепланировку нужно делать законно и выносить кухню в коридор в принципе совершенно законно но здесь есть один немножко такой страшный момент да то есть внутренне немножко страшно из-за того что труба у тебя идет под кухней и она выходит в тот стояк который вот в мастер-спальне соответственно сейчас трубы хорошие наверное не рванет я надеюсь вот тем более тоже не под давлением канализация сама те трубы конечно ничего не должно случиться потрясающее решение пользуйтесь и не бойтесь какой был заказ по кухне но первое с тех пор как я узнала что существуют винные шкафы 15 сантиметров сначала так не прям очевидно да что такое 15 сантиметров это жену но с тех пор как я в общем узнала о том что такие существуют да я сказала все значит будет винный холодильник потому что его здесь особо было некуда да и барную стойку на самом деле ну я ее не планировала но ребята действительно мастера эргономики они сказали что в принципе ее можно здесь поставить и ты даже не будешь спотыкаться на каждом там сантиметре своей кухни и в общем мы поставили винный шкаф да и я такая ну в принципе нормально после этого кухня ну можно так и оставить ладно шучу в общем поставили это действительно очень удобно я сюда ставлю не только бутылочки с вином мы сейчас у всех страиваем и холодильник и я сюда ставлю бутылки с водой и что-то еще что не помещается тогда в холодильник соответственно вот просто потрясающее вот это вот решение мне вот нравится больше всего а дальше ну конечно же ребята сделали рабочий треугольник да он здесь поместился он здесь поместился очень хорошо и как-то очень сильно органично это холодильник встраиваемый дальше идет раковина естественно и идет плита значит из решений из потрясающих это 70 сантиметров столешки она глубже чем обычная столешка это тоже предложили ребята потому что как-то тебе самому это ну это не то что редкость но самому наверно в голову не приходит и я подумала 70 см смотришь мой канал кстати между прочим насчет твоего канала я два года готовилась к этому ремонту просто потому что я ждала свою квартиру в новостройке да соответственно два года это все строилась и я два года я пересмотрела все твои видео мне кажется с момента основания вообще твоего канала это просто это вот круче чем южный парк с 17 сезонами вот и пожалуйста не останавливайся делай то что ты делаешь это ну прям достойно отдельного лайка и уважения вот соответственно да я пересмотрела вот это все поняла что эта идея она очень крутая прикольная несмотря на то что я не так чтобы часто очень сильно готовлю но при этом нам на выходных я могу взять заморочиться там приготовить на неделю там условно там три блюда вот поэтому места здесь много и это действительно очень удобно и вот это вот плита все спрашивают настя ну зачем тебе ну то есть да она большая она даже больше чем обычная она вот прям аска они чуть чуть шире чем обычные но блин удобство на первом месте удобство и красота они должны как-то дружить и вот плита на две конфорки это просто неудобно потому что не знаю вот поставил гуся запекать да ну я не часто этим занимаюсь но тем не менее да иногда что бывает поставишь сюда и соответственно все чайник ты уже не поставишь не попьешь чай я люблю обычные чайники не электрические чайники и просто потому что они занимают место а так вроде как и так черное пятно и черный чайник вроде как он сливается его незаметно и соответственно это вот удобно поэтому вот моя кухня наверное слово удобно я уже раз 10 сказала наверное это действительно удобно здесь удобно абсолютно все ну и наверное все таки барная стойка да про нее немножечко отдельно а вот смотри у меня сразу значит вопрос про нее она такая толстая потому что это цельный кусок дерева или тут нахитрили я знаю как догадываюсь здесь нахитрили цельный кусок дерева это наверное по сто пятьсот миллионов да я даже не приценивалась если честно сразу нет здесь они немножечко делают наверное лдсп что это называется да и вот они туда делают основу из лдсп и загоняют вот сюда вот слепчик который просто склеен никогда не поймешь что это склеена или каким-то образом нашаманина если не заглянуть под нее визуально это выглядит как огромный дубовый массив на мой взгляд это выглядит идеально да и вообще не за сто пятьсот миллионов почему ты именно хотела барную стойку чтобы что барную стойку наверное все девочки которые начинают увлекаться ремонтами ничего про это не знают кроме как коричневые плентуса на дачу бабушки в которых все жили в девяностые наверное как то так вот все кто начинает увлекаться ремонтами да у них появляются там несколько идей отдельно стоящая ванна барная стойка эти три кита просто на которых стоит современный дизайн вот я тоже захотелось обезьянничать как я уже сказал там изначально в принципе не было в планах потому что я думала что здесь не поместится по эргономике просто она не встанет пришли дизайнеры и сказали анастасия мы все за миллиметром и все встанет игроки давайте тогда посмотрим как это будет и соответственно встал вопрос куда сидеть да куда сидеть куда глядеть куда смотреть я если честно была почему-то уверена что глядеть нужно сидеть на того кто готовит потому что барная стойка это вроде как для объединения людей но то есть ты как бы вместе да с тем кто готовит сочувствуешь разделяешь его боль да когда он это делает но в то же самое время ребята сказали что наверное нужно смотреть не в стену это не прикольно а наверное нужно смотреть на вид это было руу лучшее решение правда вот сделать именно вот этот свисающий край с этой стороны несмотря на то что да здесь ну как бы не поготовишь и не посидишь одновременно в то же самое время обычно так и не происходит да обычно сочувствующие сидят вот там готовящие сидят здесь а завтракаю я вот здесь на самом деле на барной стойке проходит 90 процентов моих приемов пищи а за столом проходят только какие-то гостевые выездные мероприятия ли когда я просто хочу позалипать там в телевизор с чаем вытянуть ножки так ну пойдем к столу он такой красивый стулья все одинаковые в том числе с барными они все такие светлые я просто как мама двух детей знаю что я себе этого позволить все еще не могу хотя им восемь и одиннадцать но как бы для меня светлые стулья нет но глядя на них очень нравится на самом деле вот здесь я так скажу мне казалось что я тоже не могу позволить себе этого потому что у меня нет детей у меня взрослые дети до приходят такие мальчики лет 30 и девочки вот и с коктейлями ходят по квартире перемещаются какая-то происходит туса вечеринка и сюда когда приходили мои гости там один мой знакомый такой немножко тревожный он такой мне прям больно физически было смотреть как он с бокалом красного вина идет вот вот этими стульями что что-то как-то капает на самом деле капали же здесь везде капали оперолем красным вином и на диван и на стулья магическим образом все еще белые и как-то даже это было очень несложно и ноль химчистки я живу здесь уже там больше полугода химчистки не было ни разу но магическим образом они все еще съемка пригодны да они все еще в товарном виде и в общем-то с ними ничего не произошло поэтому я думаю что возможно как-то если какие-то аккуратные дети то в принципе можно и с детьми я хочу сказать что наверное здесь в картине разгадана тайна улыбки монолизы да потому что она держит капибару и невозможно не улыбнуться приятно вот здесь отдельный комплимент моим дизайнерам это их подарок это подарок на моё новоселье они как-то так угадали я не знаю каким образом видимо я чувствую квартиру дизайнеры чувствовали меня поэтому получилась какая-то магия потому что я обожаю капибар там это вообще как эта тема пошла вот последнее время соответственно они просто угадали это идеально подходит к дивану а улыбка монолизы она так загадочно улыбается потому что она знает чей ребенок леонардо да винчи там есть какая-то очень интересная история с этим связано но не буду сейчас рассказывать я так есть версия что она является матерью самого леонардо поэтому он так загадочно улыбается круто я не знала насть решай куда мы дальше пойдем наверное несмотря на классную спальню на спальне это супер важно но то есть сон это все особенно если там очень много работаешь у тебя там я не знаю нету энергии в конце дня ты там действительно каким-то трудом таким занимаешься интенсивным то спальне это все но все-таки 90 процентов времени в квартире ты проводишь здесь в общей тусовочной зоне просто потому что во первых ну ты не будешь лежать на кровати когда ты придешь то скорее всего будешь сидеть на диване и все что ты делаешь там я не знаю я люблю собирать пазлы люблю читать иногда на столке иногда тусы они все происходят ну вот собственно говоря вот здесь и коврик для йоги это тоже здесь опять-таки они в спальне в спальне только беговая дорожка это так спойлер на будущее вот поэтому мы наверное остаемся здесь пока что потому что это вот я не знаю самое родненькое самое любименькое место пока что здесь в этой квартире расскажи про телевизор ты его поставила сломав шаблоны по моему кстати бренд шторм бюро же показывали нам прошлый раз что они так поставили телевизор вместе с хозяином квартиры и вот опять мы это видим я у себя дома даже так думаю сделать мы наверное просто с бренд шторм константина мои сумки то мои кармические дизайнерские братья сестры да наверное так это назовем большую часть решений вот я предлагаю они говорят мы так делали это супер они предлагают я говорю а я у себя это уже продумала в голове так я это и видела и этот телек на самом деле я когда они пришли заниматься дизайном да когда мы встретились с ними соединились этот телек уже был я его купила довольно давно потому что я когда только купила квартиру еще в бетоне она еще не достроена была я начала подсобирать да потому что все знают что в стране происходило там резкий подъем цен и соответственно я старалась купить пока что это были какие-то вот еще не заоблачные цены этот телевизор я купила на wildberries это честно говоря очень странно когда я говорю людям что я купила его на wildberries и они говорят ого так можно было можно было и там было очень дешево это была самая дешевая цена слава тебе господи он работает с ним все нормально все в порядке вот потому что были какие-то некие опасения но почему такой во первых это красиво это ну прям потрясающе красиво на мой взгляд и во вторых вешать его здесь было просто негде потому что если так немножечко посмотреть на эту квартиру эта квартира немножко с таким секретом загадкой на будущее до квартира трансформер здесь большое пространство которая вот изначально от застройщика предполагалось что здесь будет кухня здесь будет соответственно другая комната я кухню вынесла но здесь предполагается что будет еще одна комната если когда-то в дальнейшем она понадобится то есть на вот здесь вот мы возводим стену вот туда мы выносим дверь и вот здесь вот такая небольшая кабинет детская что угодно и все еще остается такая вот кухня-гостина поэтому если повесить телек стена уже просто не поместится хорошо так а давай еще поговорим про окна и про назовем это как что это жалюзи нет как это называется наверное это называется как-то так рулонная штора она кстати довольно да это тоже был такой предмет дискуссии у меня вот на потолке на самом деле есть карниза потолочные да на случай если я все-таки когда-то решу традиционные решения какие-то внедрить да потому что вот это вот решение она не традиционная предмет дискуссии словно собственно был в следующем блок-аут или не блок-аут вот в чем вопрос да извечный если блок-аут ну соответственно у меня здесь по вечерам солнце потому что это западная сторона но здесь заходят соответственно ты сидишь смотришь телевизор тебе слепит но если блок-аут тогда тебе ты в кромешной тьме и включайте днем при ярком солнце свет как не хотелось поэтому здесь пришлось вот они не блок-ауты они соответственно ну вот есть посмотреть на них они такие абсолютно света пропускающие света прозрачные и я обалденно довольна этим решением потому что вот мне нравится чистота пространства вот ничего лишнего вот шторы они как-то немножко да уют но они вот здесь же гостиная здесь вот она больше провод чистоту у тебя вон гусь для уюта лежит да просто окна в окна и насколько это функционально то есть ты уверена что тебя не видно из-за них да из-за этих не видно мы проверяли то есть они искажают вот так картинку поэтому действительно ну может быть какой-то силуэт но абсолютно не видно да там детали привет друзья я открыла свой рутюб канал и там эксклюзивно выходят классные ролики точно такие же обзоры классных интересных необычных квартир реальных людей людей которые сделали ремонт с дизайнером в общем прикладные видео я вас приглашаю к просмотру этих роликов а также прошу вас о поддержке переходите смотрите эти видео нажимайте кнопку в топ это поддержит мой контент на рутюб ну и говоря о квартире однокомнатная с яркими акцентами с пониманием того какой именно ремонт был нужен в общем все как я люблю приглашаю ссылка будет внизу я конечно же должна спросить тебя про диван нет сомнений что он удобный скорее откуда он диван тоже есть такая история какая-то грустная интересная такая необычная почему потому что ну я дурачок наверное вот так вот начнется эта история в общем когда я заказывала диван во первых я хотела такую конфигурацию меня очень вот прям радует то что вот он именно такой какой он есть с вот низкими вот этими на вопрос сразу отвечаю да удобно удобно потому что он широкий и ты все равно как-то полу лежишь вот так вот то есть ты не вот ну не как на экзамене да там с вытянутой спиной поэтому это реально удобно соответственно этот диван он еще и он не раскладной но вот это вот банкеточка да которая сбоку во первых это выглядит не тяжеловесно у нее нету спинки и во вторых она вот сюда вот двигается отодвигается конфигурация она прям вот потрясающе но когда я заказывала я думаю что все сейчас меня поймут кто увлекается современными дизайном диванами складочки да этот диван он к сожалению не собака его не откормишь да я хотела пухлый вот этот вот который весь там на вот этих вот штуках мне посчитали я подумала что это как-то дорого и мне сказали что есть вариант дешевле он будет точно такой же только там внутри немножко другие материалы вот не точно такой же он все равно все еще не такой пухлый как он мог бы быть но вместе с тем он очень удобный он действительно удобный то есть к этому вопросов нет но наверное в следующий раз я просто буду заранее на входе просить фото ну того что мне предлагают потому что вот на вопрос менеджер а почему он не такой же менеджер говорит ну мне кажется такой же и вы понимаете что все люди видят мир как-то по-разному да это еще знаешь минимум того что могло с диваном случиться особенно когда заказываешь онлайн где-то не зная где недаром я спрашиваю потому что это настоящая проблема знаешь почему я про него спросила не только потому что у меня гештальт с диванами не закрыт а потому что он определил цвет плинтусов основной цвет комнаты или наоборот вы пошли в другую сторону и его уже подобрали плинтусов нет верхней ну назовем их до карниза а а верхние карнизы карниза да плинтусов нет снизу это кстати отдельная моя любовь это был заказ вот про чистоту пространства до плинтус прямо сразу нет если есть деньги делаем скрытый у меня ну не то что не было денег просто я решила что это какие-то необоснованные траты потому что это сильно увеличивает бюджет а выглядит это не намного красивее чем сейчас когда нет ничего и соответственно плинтуса нет насчет света сразу могу сказать что это тоже вот извечный вопрос когда ты делаешь там дизайн дате первое что спрашивают ну цвет да и ты начинаешь думать об этом цветов на самом деле не так много цветов которые вот спокойные потому что мне не хотелось сделать что-то неоново мне не хотелось сделать там боха не оклай ну короче говоря вот эти вот все истории про яркость вот не хотелось сразу и цветов на самом деле так уж много да ну коричневый так себе да синий ну синий зеленый в общем-то и все красные уже немножечко так обязывающий вот но синий не моя тема потому что я ну такая тепленькая да по цветотипу поэтому зеленый то есть ты к себе еще подобрала молодец да и зеленый мне ну там идет потому что я вот такая коричневая и даже волосы волосы на самом деле попозже появились но я действительно люблю зеленый и соответственно диван я вот вдохновлялась цветом стен да и подбирала диван под выкрасы давай тогда уж про потолок поговорим про потому что практически все здесь обсудили многие скажут почему не доделали но кто-то скажет молодцы как родители отнеслись вот так ты читаешь мои мысли на самом деле ну я думаю потому что родители у многих похож да каждый раз когда я не знаю мама приходит в гости она говорит насть ну тебе занять тебе да денег ну когда да когда это все будет закончено вообще никогда он потрясающий он удивительный я самого начала сказала будет бетонный потолок это даже не обсуждалось это изначально была идея это изначально была задумка это изначально вот было то на чем строилась квартира но варианта было два но декорировать или нет потому что есть такая бетонная штукатурочка которая делает его чуть более идеальным и вот сначала мне сказали да мы его почистим и он красивый я как-то не вдохновилась я думаю ну давайте вы почистите и в общем как-то я посмотрю потому что честно говоря было сначала вот непонятно и в какой-то момент я прихожу и говорят ну вот мы почистили потрясающе а я смотрю а здесь какие-то бетонные затирки заплатки какие-то блин сколы и я такая что это вообще такое захотелось доделать я так понимаю да захотелось потому что здесь действительно если его посмотреть то есть он ну вот максимально неоднородная вот декорированная штукатурка да но честно говоря чем больше я сюда приходи просто когда еще ничего нету и вот такое действительно какой-то небрежный вид но когда у тебя появляются аккуратные вещи какие-то то есть но там диван появился телевизор это все четкие ровные идеальные формы до минималистичные он играет и он действительно сейчас я довольна что я ну и лайфхак да это бесплатно это бесплатно вот хорошо наверное чтобы нам закончить эту часть комнаты мы должны поговорить о шкафах и вот смотри вижу этот прием много где давай расскажем про скрытый холодильник наверное что мы его не коснулись и получается туалет тоже с дверью так спрятался и шкафы серые тоже прячут себя потому что стали стенами шкафов здесь вот на этой на этой точке да их прям два один соответственно гардеробная ну вещевой да обычный шкаф а второй это действительно часть кухни и часть то есть половинка она в кухню смотрит половинка смотрит в коридор и там висит верхняя одежда решение такое почему потому что если бы здесь была стена было бы плохо стена это всегда же ранее пространство и стена наверное нужно только если тебе нужна к это шумоизоляция но в то же самое время есть у тебя общее пространство большое наверное от чего тебе здесь шумоизолироваться и но ее бы в принципе здесь никак не получилось поэтому шкаф заменяет стену это вот очень очень просто это очень ну как бы действительно функциональное решение без всякой стены и что здесь наверное по шкафам на следующий лайфхак с точки зрения экономии у меня в общем то все практически в квартире за исключением верхних фасадах кухни сделано из лдсп когда мы начали с дизайнерами эту историю да и меня в принципе посчитали мебель на всю квартиру я такая немножко удивилась присела да 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 и думаю что наверное этот день ну там ремонт будет закончен там через пять лет да подкоплю вот потом дизайнеры говорят да нет на самом деле блин вот все вот это вот хорошее красивое то что везде это можно сделать не из мдф это можно сделать как-то бюджетнее и первый лайфхак лдсп второй лайфхак регионы регионы нашим все немножечко конечно страшно при слове регион ты думаешь что тебе наверное нужно какие-то безумные деньги там пулять в кого-то в регионе при том что еще ничего нету да это и глядя не знаю да да не знаешь не видел ну точнее нет естественно они приезжали сюда на замеры ты его в вроде как поздоровался с ним за руку но с другой стороны до завтра он сменит сим-карту да и абонент недоступен но вот если побороть этот страх и это действительно какая-то рекомендация да мне порекомендовали их дизайнеры соответственно они сделали в москве уже не первый объект и вот соответственно если вот перебороть этот страх и немножко это естественно удлиняет на там месяц мне кажется удлинило это по ожиданиям то ты получаешь шкаф и вообще мебель на 30 процентов дешевле у них прямые руки все они все замерили привезли сделали и это с первого раза встала и все ну то есть ничего не переделывали до ничего не меняли это классно лдсп регионы так ну что мы наконец добрались до приватной части квартиры пойдем заглянем это же тоже очень крутое решение фактически да начиналось с этого ты хотела себе вот эту зону особенно мастер спальня естественно родилась и со времен когда еще были там слуги и в красивом платье ты собирался где-то у себя в комнате в апартаментах и соответственно выходил гостям красивый накрашенный убранный и уже в парадной одежде сейчас этого нет но необходимость мастер спальне на мой взгляд никуда не делась особенно если у тебя остаются гости да то есть гостям как-то не будешь выходить в трусах каких-то вот поэтому очень сильно хотелось уместить в мастер спальню все вот то что тебе нужно для того чтобы потрясающе при параде выходить с улыбочкой улыбаться новому дню гардероб соответственно санузел и спальня значит какие здесь ключевые наверное были задачи изначально когда я пыталась начинать выбирать квартиру ну конечно я там смотрела и у тебя на канале оле и вообще очень много у кого вот эти вот сталинки потрясающие с окном там вот эти необычные планировки и вот ты лежишь в этой ванной смотришь на птичек и ну конечно если у тебя не сталинка так строить либо редко либо дорого да соответственно денег на это не было на покупку такой квартиры но окно в санузле хотелось она появилась вот тут что можно сказать я правда очень хотела там до лежать смотреть на мир когда ну лежишь в ванной на что все говорят настя но ведь мир будет смотреть и на тебя да я не понял как это работает работает это очень просто жалюзи наше все да то есть соответственно ты их пускаешь закрываешь и вот уже мир не смотрит на тебя ну правда и ты на мир вот но тут такая история да то есть это окно которое можно сделать заморочиться подороже затемнение да можно сделать подешевле жалюзи там не знаю пару копеек стоит 2 рубля базарный день соответственно появилось окно и это очень клевое решение с точки зрения того что свет в принципе если там помыть руки или как-то намазаться кремом он в принципе не нужен у тебя такие красивые здесь гардеробные эти шкафы пойдем посмотрим дорогое удовольствие потому что целая стена из такого что это типа орг стекло стекло удовольствие она да дороже но опять-таки чебоксары да помню это все приехало оттуда и еще второй лайфхак да по поводу стекол я вообще хотела чтобы это было единое полотно от пола до потолка но это просто технически очень сложно из-за того что здесь еще высокие потолки если были бы метр сорок два метра сорок где-то да наверное можно было бы сделать у меня здесь трехметровые потолки и собственно и вести их откуда-то и изготавливать и вот эти петли в общем сложная история нагрузка то есть короче это не рабочая история да и или же очень дорогая но она в принципе не нужна их просто порезали да сделали второй этаж двухэтажный шкаф это же нормально и в принципе даже у меня не раздражает выглядит это все нормально соответственно вот это вот наверное обошлось не очень дорого я изначально хотела вообще коньячное стекло но второй лайфхак от дизайнеров с обратной стороны можно приклеить просто пленочку аккуратненько потому что с обратной стороны но не ребристая плоская соответственно приклеиваем пленочку это в какой-то момент может быть я даже сделаю чтобы было поменьше видно вот вещей с другой стороны за счет того что она вот такое ребристое их в принципе так не видно ну какого-то бардака да видно а у тебя там бардак я вообще не поверишь когда там бардак видно на самом деле только яркие пятна какие-то бардака нет и я объясню почему вот у меня кстати нестандартные наверное шкафы в принципе я могу открыть и показать все шкафы у меня построены по совершенно одинаковым принципу у меня нету полок совсем то есть у меня нету все все висит но вот в самом начале у меня есть две полки да и эти полки одна используется для нижнего белья потому что его не повесишь 2 для украшения больше в принципе абсолютно ничего нет необходимости класть просто абсолютно все лучше повесить и соответственно когда у тебя все висит бардаку просто не откуда взяться вот все огонь так ну что заглянем в ванную ну конечно же девочковая мечта да вот этот вечный вопрос что делаем душ или ванную да я сказала нужно все мне сказали анастасия но у вас 57 квадратов они 570 да где же мы все разместим ну я говорю думайте уважаемые господа эргономируйте да и соответственно вот получилось то что получилось он очень маленький в то же самое время есть все что нужно есть туалет который тоже ну наверное многие убирают там с точки зрения есть второй там туалет я сказала нет давайте мы пожалуйста все на одном месте делаем и соответственно есть ванна и она даже кстати большая то есть она метр семьдесят они как у меня в прошлой квартире вообще там ванна для гномов вот и соответственно что есть ночной светильник то наверное вот это вот главная фишка я его искала довольно долго и перезаказывала только с третьего раза потом пришел в результате не светильника панно это тоже такая веселая история когда я говорю про рабу светлана ну вы повесили давайте включайте она говорит что включаете это панно и в общем мы вместе так постояли посмотрели я говорю как то нужно собачить что-то собачить потому что идея в том что эта штука зажигается когда ты заходишь и датчик движения вверху стоит и вот этот свет и она как-то присобачивала и как-то это работает я не знаю на каких соплях там это держится меня все устраивает и общем эта рыба она потрясающе выглядит через это окно я когда вечером здесь помылась какое-то время еще этот свет горит я ложусь на кровать и вижу просто такой свет из окна это вот просто я такая божественное провидение божественные брейншторн бюро как-то красиво выглядит вот а смотри у меня вопрос наверное единственный у тебя была возможность сделать здесь себе такую большую роскошную ванну но ты отдала место в пользу гардероба хотя ты его могла перенести на вход не жалеешь честно говоря отдельный гардероб здесь не получился гардероб я имею ввиду вот прям такая комната которую можно было бы барахрить и наверное это была бы такая да идея которую вот можно было ты там вот возле второго панорамного окна это сделать и все туда кидать но тогда я бы кидала потому что если ты создаешь себе место для того чтобы что-то где-то хламилась так и будет я наверно такая да решила что я наверно не хочу и вот у меня каждую вещь я такая типа а куда я ее поставлю я просто понимаю что некуда и и такая прекрасно значит а вещь вот и это вот поэтому такой лайфхак как не захламиться окончательно поэтому нет не жалею насть еще из интересных моментов понятно стеклянная стена сейчас обсудим вообще это сложно сделать или это просто проем но в который заложили все заранее и как вставили окно в оконной компании изначально конечно же это очень сильно хотелось чтобы это было не окно а стена то есть от пола до потолка просто вот такой кусок который вот просто растворял бы пространство и у тебя по полу просто соединялась бы вот пол во всей получается квартире но опять таки это очень дорого из-за того что здесь очень высокие потолки более того из-за того что здесь разные потолки там бетон здесь не бетон здесь гипсокартон и вот эта разность потолков очень некрасиво было бы вот сверху поэтому здесь просто это решение не получилось ну и из-за денег я отказалась от него при этом вот это вот окно в принципе в него тоже пытаются все выйти ну то есть и дано как в общем-то быть выйти в окно вот эта идея на в принципе удалось то есть значит это выглядит действительно как там дверь да то есть не видно вот этот пол там невысоко вот в принципе идея удалось но из плюсов конечно же что это копеечная идея конечно же я хочу спросить про штору ну то есть это приватность раз пространство ломает 2 прикольно что и можно закрыть и она прячет этот угол это у тебя очень необычная спальня вот начнем с этого и она вся со сложной геометрией сложная геометрия спальня обусловлена двумя вот этими углами у меня все два угла да и все странные вот все как я люблю ничего обычного здесь нету этот угол странный этот угол страны сейчас чуть-чуть позже расскажем почему штора да вот мы продумывали на самом деле как здесь вообще играться со светом потому что пока что если честно я сплю и вообще не закрываю эти шторы я обожаю блокауты в той квартире когда я жила там еще ну там в прошлом в своей квартире я закрывала постоянно блокауты но там еще была такая сторона солнце восходит да восточная и соответственно с утра спать было невозможно абсолютно ты просто просыпаешься зажаренные и в пять утра здесь запад здесь солнца нет туда с утра и ночью здесь просто потрясающий вид когда ты ложишься на кровать у тебя просвечивают все три вот эти окна и соответственно у тебя просто вид как на нью-йоркские стекляшки вот эти вот потому что вот эти вот дома они ночью светится светится подъезды еще светится сверху маячки вот эти для самолетов которые красненькие и просто я смотрю и каждый раз я вспоминаю бойцовский клуб когда они там в конце за руку держались и я такая думаю боже да это нью-йорк это да это москва прикольно что тебя это вдохновляет потому что многие часто пишут вот за окном там соседние дома ничего прикольного лучше бы березки но я вот полностью с тобой согласна что люди разные и спасибо тебе за метафоры вот понятно почему тебя это вдохновляет так ну и давай про сложный угол про сложный угол значит вот эта штука да это к сожалению то с чем пришлось жить смириться и к сожалению с этим ничего не сделаешь это не моя идея ничья идея в принципе естественно это ну точнее нет это идея застройщика да что это это yields для кондиционера всех у кого значит пик до знают что вот эти корзинки висят снаружи чтобы сохранять фасаде дом и они там безобразные но зато единообразные здесь решили чтобы это было единообразно но не безобразно но зато у всех безобразные такие вот спальне собственно это ниша есть и в гостиной и И есть она вот здесь, но в гостиной мы её заложили. Здесь мы её не закладывали, здесь люк, потому что здесь реально кондиционер. Оба кондиционера в моей квартире, у меня один в спальне, один, соответственно, в кухне-гостиной, они вот питаются от одного вот этого внешнего блока, который стоит вот здесь. И, соответственно, что там? Там обычный люк, как вот в туалетах, да, у многих вот этот лючок, и все его знают. А дальше там прям окно. Оно прям пластиковое такое окно, вот прям рехау, вот прям вот как у всех на улицу, вот там вот такое окно. И там реально прям выход на улицу, где стоит кондиционер. Вот, и благодаря этому, конечно, потрясающе смотрится мой Нью-Йорк напротив. Но и за счёт этого не поместился нормальный гардеробно... гардероба-шкаф. Ну, нормально вы вышли из положения. Всё это выглядит очень приятно. Если бы ты не сказала, то вообще бы даже мыслей и не возникло, что здесь что-то вообще спрятано. Расскажи ещё про изголовье кровати, про вот эту стену, тоже про антисимметрию. Стена была... ну, кровать у всех большая, да. Первое, что я сказала, я хочу спать. И спать я люблю по диагонали, да, и в максимальном комфорте. Поэтому кровать метр восемьдесят, я говорю, умещайте где хотите, как хотите. Как бы, да, никаких компромиссов здесь быть просто не может. Вот, кровать, соответственно, сто восемьдесят, ну, там, плюс-минус там со всех сторон два метра. Соответственно, два метра пустого пространства. Что делать? Да, ну, все по-разному как-то выходят из положения. Я решила выйти из положения за две копейки. Если были бы какие-то вот, сейчас фотообои, да, что-то такое делают, или там панели, панно, это всё как-то подороже. Вот эта вот двухкопеечная ЛДСПшка, она просто стоила реально там, я не знаю, тысяч пять рублей. При этом она ломает геометрию и каким-то образом вот объединяет вот абсолютно всё. Это вот со столешкой она смотрится, с подоконником, вот она как-то такая. И мы ещё её подрезали сверху. То есть сначала она вообще, мы хотели вот просто, да, сделать это как лист. Но мы подрезали, и такой эффект, я, кстати, в гостиной, я думаю, что когда-то это всё-таки будет, я мечтаю поставить за диваном вот так вот на пол огромную картину. Вот как стоит, вот сейчас очень сильно модно, очень многие ставят. И, соответственно, вот это вот создаёт какой-то эффект стоящей картины. Ну, потому что вот как будто бы она просто вот прислонена. Да, да, да. И мне это очень нравится. Вот, ну и там подсветка, то есть это ещё и чуть-чуть функционально. Вечером я включаю и смотрю просто из гостиной сюда вот мягкий свет. Настя, ну что, почти добрались до прихожей. Но, конечно, я не могу игнорировать ведро. У меня, во-первых, было такое же. Я знаю, насколько это круто и удобно. Но почему, например, ты не разместила его под раковиной? Честно говоря, с ведром, конечно, это вообще... Ведро, во-первых, нужно всем. Да, это то, что без чего совершенно не обойтись. Но при этом каждый раз вот с ним какие-то проблемы. Я не знаю, что происходит с производителями мусорных ведер. Если вы меня слышите, тук-тук, они уродливые. Ну, правда. Большая часть, наверное, потому что оно стоит, в общем-то, под раковиной почти у всех людей. И считается, что раз это не видно, значит, оно может быть какой-то кособокое. Джозеф Джозеф, они делают очень красивые вещи, в том числе вот это вот ведро. Вообще, оно изначальная идея, конечно, сортировки отходов. Оно двойное, и внизу как бы у тебя один контейнер с пищевыми отходами, такая маленькая штука. И для, ну, там, бутылок или, там, газет, кто что сортирует. А верхнее, оно, ну, там, для чего-то другого. Соответственно, вот так вот история про то, что вот оно вот так вот выезжает. И вот здесь вот такой вот маленький треугольничек, да, вот скидываешь, наверное, кости, которые не перемололись в диспоузере. Вот, и, соответственно, вот это первое. Вот это вторая история, да, она, ну, для, там, чего-то другого. И мне очень сильно удобно, потому что вот это двойное я сразу могу сказать, к сожалению, не сортирую. Возможно, когда-то к этому приду, просто, ну, так сложновато потом возить, у меня нет машины, да. Но вот сюда сверху складываешь то, что, наверное, так будет пахнуть, и нужно побыстрее выкинуть. Хотя благодаря диспоузеру такого практически нет. Это в основном, ну, какие-то там, не знаю, упаковки от кефира или от сметаны разве что. Вот. А вниз ты складываешь то, что не пахнет. То есть это условно какие-то там коробки, да. И, соответственно, это позволяет вот не выкидывать там нижний мусор там вообще там пару недель, верхний там почаще. Вот. Ну, в общем, мне его подарили на день рождения. Взрослым девочкам взрослые подарки. Вот. Я решила, что это очень круто. Спасибо тебе большое, Андрюх. Я тебя люблю. Вот. Пойдем в коридор и, наконец-то, коснемся вопроса пола. Потому что он у тебя везде единый. Конечно, я на это обратила внимание и все думаю. Сейчас спрошу, сейчас спрошу. Ну, столько другого всего интересного, что как-то уже вот только здесь дошли. Пол единый. Вообще во всех мокрых зонах, во всех санузлах и во всем коридоре. Почему? Потому что я вот, во-первых, не научились делать хорошо стыки. Вот эти вот все пробковые там какие-то вот затирки, заливки, они красиво выглядят. Но их нужно менять, я так понимаю. Там через два года они превращаются в какую-то кашу, забитую грязью. Их нужно выковыривать, там как-то перезаливать. Это вообще неинтересно. Не хочется заморачиваться. И вот эти вот металлические, тем более, это плохо. У меня вот в той квартире был металлический стык пола. И он разбалтывается, расшатывается. В какой-то момент ты просто идешь и начинаешь задевать его ногой. Это начинает дребезжать, пищать. В общем, это ужасно меня бесит. Поэтому вот здесь я спасибо большое современным производителям, что действительно появились материалы. Сейчас же по нормам санпина ты еще не можешь, например, плитку во всей квартире постелить. Это запрещено просто нормами. Но появились такие материалы, которые ты можешь с одной стороны лить на них что угодно, с другой стороны это не цокает. И с третьей стороны это очень красиво. И в итоге какой производитель? Это производитель Аквафлор. И вот это выглядит как паркет. Это серия паркет, действительно. Я там поделюсь ссылкой на цвет. Он такой немножко медовый. Долго тоже цвет выбирали, потому что здесь, в общем-то, все серенькое, наверное. А здесь такое медовое. Я думала, как это будет смотреться. Но дизайнеры убедились, что это будет смотреться хорошо. Это действительно смотрится хорошо. И лайфхак для девочек. Если вы русая, как я, преимущественно русая, не видно. Мы просто про животных такое слышали, но про русых впервые. Но это смешно. Да, и практично. Да. Вот действительно это прячут. Я хуже всякого животного вообще. Потому что я еще кудрявая. И у меня вот эти волосы постоянно. И вот действительно не видно. Настя, увидела у тебя робота с станцией с моющей. И вот я уже, у меня такой был. Я очень им оказалась довольна. Но он у меня был на тестах. Но я к тому, что многие люди сейчас на дорогие предметы, вот такие вот роботы, да, плохо реагируют. Но вот я же не говорю о том, что надо все взять и купить одновременно. Но если есть такая возможность, блин, это крутая тема. Это вот опять же то, на что не жалко деньги потратить. Как и Исушка, кстати. Которую тут возненавидели не так давно. Про пылесосы вообще отдельная тема. Я не знаю, будет ли хейт или не будет. У меня их три. Просто три пылесоса. Рассказываю, значит, историю. Вначале был вертикальный вот этот ручка-пылесос. От Дайсона все его знают. Потому что, ну вот, он действительно удобный. Удобнее, чем вот эти вот там какие-то ездящие. Вот, я его, естественно, купила. Естественно, пропылесосила. И потом стало понятно довольно быстро, что, в принципе, если не пылесосить, то не чисто. Все равно не чисто, да. То есть, оказывается, нужно пылесосить. Вот. И, значит, что я... Ну, волосы длинные, да, как у девочек. Все понимают, что они падают. У Самсунга было потрясающее решение. Робот, который измельчает волосы. То есть, это прям такая модель, которая прям, она их стрижет. И вот эти вот маленькие вот волосики, они туда запылесосиваются. То есть, ты даже не должен вот что-то чистить. Вот это вот тоже, да, вот я вот... Удобство, да, в тему современного удобства. Я купила второй. С ним тоже, соответственно, как-то поигралось. Он там пылесосил, измельчал. Действительно, удобно, потрясающе. Но, когда у тебя вечеринки, оказалось, что пятна от опироли, он, ну, не отмывает. И, собственно, оказалось, что это тоже нужно снова делать самой. Я думаю, да боже, когда-нибудь просто будет покой в этой семье. В общем, купила третий, потому что он моющий, да. Теперь как-то так. Этот измельчает, этот моет. Ручкой я хожу там в какие-то труднодоступные места. И, в принципе, теперь стало чисто. Вот, наконец-то, да, три пылесоса, наверное, это вот мой секрет чистой квартиры. Они каждый день бегают, каждый день они вот пылесосят и моют. И таким образом действительно чисто. Ну, а для хитеров, если вдруг кого-то взбесит, что у тебя три пылесоса, сама заработала, сама потратила, ну, как бы, это вообще ни капли не стыдная история. Пойдем в ванную смотреть, и я уже тоже вижу, что у тебя тут слушильный шкаф. Ничего себе! История этого санузла такая. Я прихожу к дизайнерам и говорю, дизайнеры, значит, я купила домашнюю прачечную, соврала на самом деле, тогда еще не купила, там вообще отдельная такая история была, про покупку этого всего, когда в 22-м году, да, стало все недоступно. Но вместе с тем я вот такая говорю, все, купила, делаем. И довольно быстро стало понятно, что, в общем-то, некуда, потому что это занимает место, а этот санузел от застройщика, он был крохотный. И, в общем, наверное, из-за этого домашней прачечной вся планировка этой квартиры была переделана просто специально под этот кубик. Значит, для того, чтобы это было законно, здесь появился порожек, думала очень долго, собирать ли мне вот эту вот третью штуку, да, но все-таки я думаю, нет, все, надо брать, уже задумала, уже планировка, все, надо покупать. Отжала от сердца, вот буквально дождалась там максимально низкой цены, которую я только была, купила. И это просто, ребят, это какой-то новый уровень, вообще не знаю, всего. У меня нет балконов, соответственно, веревочки, ну, просто это не моя тема. И вот здесь абсолютно все. Пиджак сушится здесь просто... Ну, вот, например, вот этот, да, твой пиджак, его же невозможно ни постирать, ни высушить в сушилке, правильно? Что-то с ним надо делать. Химчистка, как вариант. Ну, или вот этот шкаф, да? А что он делает? Этот шкаф. Он... Многая не тает туда пара и потом сушит? Да, совершенно верно. Ну, в общем, основная идея в том, что здесь просто можно на вешалку повесить его, и он высыхает просто вот естественным образом, он, ну, не мнется. То есть он не гладит, хотя я знаю, что вроде у LG там какие-то гладильные вещи можно тоже брать, просто я уже взяла АСКО, поэтому там, ну, уже решила брать их же брата. Вот, он не гладит, но он сушит. И, в принципе, большая часть вещей, они сейчас даже не требуют глажки. То есть ты просто повесил на вешалку, он паром это все обдал, и оно, в принципе, уже практически глажено. Круто. Настя, знаешь, я довольно много видела рум-туров, квартир, всего остального, и насколько сильно сейчас мое до и мое после эмоционально отличается, потому что ты меня сегодня удивила. Спасибо, конечно, броншторм-бюро, но я уверена, что без тебя у них это бы тоже не получилось. Видно, какой вклад ты сюда внесла, и поэтому, наверное, было бы классно услышать твой совет о жизни, о подходе к ней. Вот как? Ты молодец. Вот как ты молодец? Что делать? Любить шопинг. Наверное, совет такой. Я действительно два года провела подготовки, выбирая просто. Я за два года собрала такое количество ссылок, мне кажется, я могу еще штук 10 квартир сделать, они все будут разные и все клевые, потому что я собрала столько фишек, я присмотрела столько контента, что хватит уже, я уже могу сама советы давать. Любить шопинг, да, и, кстати говоря, все, что я покупала, было куплено онлайн. Вот честно, я даже не большой любитель ходить по магазинам, я знаю, что многие люди тоже, я все покупала онлайн. Просила включить камеру, показать мне, либо просила там фотографии реалистичные, это совершенно рабочий вариант. Это первый момент, и любить дизайнеров. Действительно, без дизайнеров сложно, и дизайнеры это не про ебурет, вот дизайнеры это не про это, дизайнеры это про техничку, про начинку, про перепланировку, про развязки, про санузлы, про вот это все. Без них вот не вышло бы чего, вот с ними не вышло бы чего, и вот все прекрасно так срастается. Круто. Спасибо тебе большое, согласна полностью про дизайнеров, они того стоят, и да, техничка это наше все. Друзья, в телеграме все полезные ссылки, Настя нам обещала поделиться. Внизу под этим видео контакты ребят, переходите, смотрите, мы ждем ваших лайков, мы ждем ваших комментариев, и конечно подписывайтесь на канал, чтобы смотреть, как живут другие. До скорых встреч, пока-пока.